Стена с той стороны, там вообще кирпичи уже вываливаются. Она вообще может рухнуть, та сторона. И неизвестно, что будет. Не дома катакомбы, в которых живут десятки семей. Самый почетный постоялец Владимир Землянский, ликвидатор последствий аварии на атомной электростанции. На груди гроздь из медали, но их, к сожалению, нельзя обменять на жилье, в котором можно проживать без страха за жизнь. От безысходности ветеран уже 20 лет живет в полуразрушенном доме. В наш союз Чернобыль ходил, но, говорит, многие вот так вот живут, многие. А вот когда нас призывали, полгода мы там были в этом Чернобыле, все, пожалуйста, надо. А сейчас мы, как говорится, никому не нужны. Вот они, трещины, пожалуйста, вот она идет. Тоже ненормально, вот она, трещина пошла. Вон они, вверху трещины уже пошли. Вы не боитесь, что рухнет? Боимся, а куда деваться? Не на улице зажить. Приходится ждать. В 2013 году двухэтажку признали аварийной, то есть непригодной для проживания. В 2015-м подошла очередь для расселения, но долгожданного переезда не случилось. В итоге половина жильцов съехала, подобрав варианты самостоятельно. Кто к родственникам, кто на съемные квартиры. Половина вынуждена была остаться. Многие годы жильцы латают трещины, пытаясь хоть как-то продлить дому жизнь. Уже жвачку прилепили, чтобы, ну, совсем уже. А этот туалет на втором этаже. Здесь можно быть похороненным заживо в любой момент. Скажите, как вы ходите сюда в туалет? Молодче, со страхом. Ну, боитесь, что упадет? Как защищаетесь? Кастрюлю надеваю на голову, чтобы не продавила темечка. С кастрюли на голове стоит ходить и по подъезду, а лестница представляет собой аттракцион. Жильцы двухэтажки умоляют городскую мэрию предоставить им положенное по закону нормальное жилье. Ветеран Чернобыльц Владимир Землянский свои права уже отстоял в суде. По его решению, мужчине полагается благоустроенная квартира площадью не менее 18 квадратов. На данное решение суда комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула подана апелляционная жалоба. Жилое помещение Землянскому будет предоставлено по итогам рассмотрения дела судом. Мэрия сейчас пытается отменить решение Центрального районного суда Барнаула и, по словам Землянского, предлагает жилье из маневренного фонда. Так какой смысл мне туда идти, в это маневровое? Оно еще хуже нашего общежития. Его тоже надо капиталить, тоже надо делать. Получается абсурдная ситуация. Пройти судебные тяжбы, чтобы получить снова несносное для проживания жилье. Справедливости ради замети, мэрия в итоге пообещала приобрести землянскому квартиру в этом году. А значит, еще есть надежда на нормальные квадраты. Между тем, в аварийном доме на Тимуровской проживает еще порядка 20 семей. Их пообещали переселить до 2025 года. Люди надеются, что им предложат неманевренный городской фонд. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.